Ребят, всем привет! Это переснятое начало моего семинара по проходам гарда на разных стадиях, потому что у нас в одном кусочке видео запоролся звук и пришлось переснимать. Этот семинар, он объединяет фактически четыре темы. Он объединяет антигардпул, проходы открытого гарда, проходы для ларивы на момент съемки смонтированы, но еще не вышли, и как дожимать проход гарда. То есть вот четыре семинара, это семинар пятый, закрывает большой палец руку и их объединяет. Мы сегодня разберем, что такое стадия формирования гарда и как проходить гард на разных стадиях, что для этого нужно. Итак, смотрим, идите сюда, пожалуйста. У меня красивый белый человек. Итак, первое, что нужно понять, что такое стадия гарда вообще. Пуль гард, когда скажу, стоп, замри. Стоп. Отлично. Вот он сейчас запулил гард, он лежит. Вторая нога меня еще не коснулась. Да, это первая стадия. Гард еще только формируется, он самый слабый. И вот эту стадию очень легко разрушать. Дальше он подводит ко мне таз. Он касается меня ногами, но не обхватывает. Это вторая стадия. Отличительная черта второй стадии. Я всегда могу выйти назад. Не, не, не отпускай. Заход, держи. То есть я могу выйти назад, потому что он меня не ограничивает ногами. И третья стадия это любой сформированный гард. То есть рукав от ворот, доларива. Вообще, да, то есть возьми рукав от ворот. Да, то есть. Почему? Потому что я не могу отойти назад. Я буду человека волочить за собой, у него есть контроль. Вставай. А вот это три основных стадии гарда, с которыми мы сталкиваемся. И мы с вами должны уметь разрушать гард в идеале на первой и второй стадии, потому что попадание на третью стадию, оно идеально для него, но не идеально для меня. Да? О чем я говорю. Первое, что мы делаем, это фактически сейчас будет повторение семинара по антигарпулу, вот в данном кусочке. Я хочу среагировать на его гард пул, я хочу разорвать контакт с его ноги, с моим тазом, чтобы он не мог в меня упереться, да? Отскочить, чтобы его пронесло в сторону, и я сразу же прошел. Что важно, да? Еще раз. У нас есть захваты, мы работаем с вами сейчас с обоюдного захвата, как с наиболее понятного захвата, наиболее универсального. В борьбе понятно, я не хочу стоять в таком захвате, когда мы будем бороться, то есть мы вот будем сжать руки, возможно я буду, да, вторую руку не отдавать, я буду защищаться, я буду брать захват, он будет брать свои захваты, да? То есть это будет постоянная работа. Очень важно, когда я человека, когда я хочу реагировать на гард пул, я ни в коем случае не тяну его к себе. Почему? Потому что если я стою в захватах и тяну его к себе, он просто на моей же тяге может войти мне в ноги, да, просто да. Вы протянули человека к себе, и у вас большие проблемы. Да, поэтому наша рука, вот она в него упирается, даже в этом захвате, то есть наоборот я его держу на дистанции. Почему? Потому что если вот таз окажется близко ко мне, у меня проблемы, да? То есть даже если он захочет ко мне подойти, я вот, я держу его на дистанции, ребят. Да? Дальше. Он пулит гард. Я ни в коем случае не реагирую на его движение выведением коленей вперед. То есть это самая распространенная реакция, да, то есть вас человек дергает, вы бум, загрузились на ногах, он в этот момент пулит. Вы, все, вы не можете выйти, потому что ваши ноги загружены, вы физически не можете среагировать. Вот это нужно убирать. Как бы вас не дергали, мы не подсаживаемся на ногах, да, то есть мы не делаем ноги жесткими, мы не загружаемся. Да? То есть нас дергают, так и дергай, дергай, дергай. Вот, то есть я двигаюсь, у меня ноги подвижные, у меня жесткая спина, да? Я не хочу делать вот эти приседания. Да? Дальше. Как я отскакиваю? Я отскакиваю ни в коем случае не вверх, это очень длинное движение, я отскакиваю назад, то есть я вот выпрямляю колени, и у меня происходит такое движение. Оно маленькое, то есть я не пытаюсь отпрыгнуть в 2 километра, это очень долго. Мне нужно чуть-чуть дистанции, чтобы просто его стопа пронеслась у меня, то есть бум, этого достаточно. Очень важно, я не оставляю свои руки на нем, почему? Многие из вас боятся отпустить от вороты, человек пулит гарт, вы сами за него держитесь, все, все, восстанавливается, вот, выпадаете, в очень плохую поиску, потому что вы его не отпустили. Да? Как только он начинает падать, мы сразу же свои руки переключаем на его ноги. Очень важно, мы не делаем никаких махов, да, то есть мы были здесь, пум, да, то есть я не пытаюсь в полюте схватить, я сначала отрабатываю основанием своей ладони. Поймать первую стадию, да, очень тяжело, но если вы ее поймали, вы фактически выиграли джекпот, его гарт очень легко разрушать. А чем я говорю? Вот мы здесь, он пулит гарт, бум, его пронесло, я здесь, рукой убираю ногу, смещаюсь в сторону головы, прохожу. Очень важно, я не давлю с места, я обязательно давлю, смещаюсь в сторону головы, для чего? Чтобы меня не могли руками столкнуть свои ноги, да, потому что человек сильный, человек будет таскивать ноги к себе, и вот эта зона, да, ноги, руки, где переплетаются, она будет самая сильная. Я не хочу давить на эту зону, я хочу сместиться вот туда, чтобы убрать сюда и в руки, сюда ноги закидывать тяжелее, соответственно, я его ослабляю. Еще раз. То есть мы, первое, мы взяли захваты, он пулит, бум, я не давлю здесь, потому что он будет втаскивать ноги, он будет встать руки, я смещаюсь в сторону головы, давлю. Обратите внимание, что я работаю все время на ногах. Как только я сяду на колени, вот, да, давай еще разочек, мне будет очень-очень тяжело, да. Смотрите, я бум, он пулит гарт, бум, и я здесь в давлении сажусь на колени, да, он ставит ноги, он меня выжмет, и вот отсюда физически, вот так вот, давя на человека, ну, это невозможно сделать. Чтобы давить, я должен держать свой таз высоко и работать, да. Соответственно, что мы сейчас делаем? Мы встаем в захваты. Очень важно, я не смотрю так вот на его ноги, да, а я на последнем турнире видел схватку, где человек прям, ну, видать, очень как бы ждал гарт пула, он шел на человека вот так, ему взяли голову на гильотину, да, он шел, он продолжал сжать гарт пула, его задушили, да, то есть у нас взгляд в центр груди соперника, ни в коем случае мы не смотрим ему в глаза, глазами он нам ничего не сделает, да, смотрит в центр тела, нам видно его ноги в руки, мы на уровне ощущений, очень важно, то есть вас если за жопу сзади ущипнут, вы же не видите, кто у вас щиплет, и вообще сам факт щипания, но это чувствуете. То же самое, мы чувствуем его движение, реагируем, смещаемся, давим, все перемещения на ногах, еще раз, мы здесь, вот я здесь, пуль-пуль-пуль-пуль-пуль, бом, смещаясь, давлю, я остаюсь на ногах, потому что даже если он меня сможет здесь вытолкать, он уже сильный, да, я смогу выйти, а не сяду на коленях, и не буду за ним ползать. Ключевым моментом для всех этапов прохода является работа нашей рукой, я бы не сказал, что это освобождение, потому что мы не срываем захват, но фактически мы вытягиваем руку из-под его контроля. Человек, я его первый раз в жизни вижу, но он пулит с очень большим акцентом на отключение руки, да, такое встречается не часто, но встречается. Да, покажи, пожалуйста, какой ты захват берешь, то есть вот на эту сторону, то есть да, ну ты, по-моему, наоборот брал, ты, по-моему, брал, как я смотрел, ты брал как-то вот так вот, и я сейчас смотрю, да, человек пулит вот так, то есть смотрите, у него очень большой акцент на, давайте еще, довернемся, держи, 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 захват, на отключение вот этой руки. О чем мы вообще говорим, когда, почему он должен доставать руку? Потому что фактически он может восстанавливать свой гарт и представлять нам угрозу, отключая нам плечо, то есть это может быть омоплата, это может быть еще что-то, и это очень большое затруднение работать, для меня правая рука, она основная. А сейчас пуль-гарт, пуль-гарт, и руку держи жестко, то есть пожалуйста, смотрите, опять же, единственное, что сразу видно, смотрите, он подсел, да, у него низкая база, значит, скорее всего, пул будет не быстрый, но пул будет достаточно силовой, то есть он пуль-гарт, все, пуль-пуль-пуль-пуль-пуль. Он держит руку, держи, да, то есть опять же, пошутка поставил ногу, но видите, держи руку нормально, мне очень тяжело вытащить, заново. Да, то есть если я не предпринимаю действия заранее, потому что он уже лег, то есть смотрите, У нас когда сильная база? Когда у нас есть фундамент. Когда мы стоим на ногах, фундамент – наши ноги, при которых правильно включенная спина, это сильная база. И когда у нас спина лежит на полу, это фактически тот же фундамент, тоже база, которая позволяет нашим рукам быть сильными. Когда люди делают жим лежа, то, что они лежат на спине, они делают их слабыми. Вот у нас здесь человек лежит, 190 жмет, нормально. Поэтому мы должны очень в тайминг извлекать свою руку. Когда он летит на пол, он не летит с идеально прямой спиной, потому что так он отшибется. Он летит, немножко спинку расслабив. И за счет этого его тяга руками ослабевает. И это тот момент, когда я могу извлечь свою руку. То есть сейчас вы видели, я не мог ее достать, когда он уже пришел в крайнюю стадию. Тот же захват. Смотрим сейчас на эту руку. Я особо не дергаю пуль. Тяните руку. Все, видите, ему гораздо тяжелее руку мою забрать. Потому что она была вынтянута в тот момент, когда он не мог включить всю свою спину, потому что он был в полете. Этот момент очень многие упускают. То есть люди отскакивают, но при этом не тянут руку. То есть люди делают вот так. Остаются с растянутым корпусом. У них рука отделена от туловища. Это опасно треугольниками, которые влетают. Это опасно нам оплатами. И это опасно отключением основной руки, без которой вам очень тяжело проходить. Поэтому, когда мы пулем, мы всегда дотягиваем к себе. Всегда. Еще раз. То есть вот он у меня взял захват. Он здесь. Человек пулит. Все. Я руку вытянул. Она у меня на штанах. И я могу сразу же проходить гард. Даже несмотря на то, что захваты у него с моей руки никуда не делись. Это очень важно. Сейчас все то же самое. Мы проходим гард на первой стадии. Ребят, дотягивать руки. Дотягивать руки. Руки дотягиваются вместе с телом. Да, очень важно. Когда я прыгаю на носочках, мы были здесь. Я переключился, подтянулся. Я на носках. Я бум. Я сразу же могу стартовать с места, чтобы проходить. У меня каждое движение ступенька для предыдущего. Я не должен приходить в такую позицию, с которой сначала встать по-человечески, потом из нее работать. Ну, это какая-то странная история, да? Почему гард из первой стадии переходит во вторую? Причины две. Первое. Это несработавший тайминг. То есть я не успел. А почему несработавший тайминг вызывает переход к следующей стадии гарда? Потому что его пространство, которое ему нужно для работы, оно ничем не ограничено. О чем я говорю? Давай сейчас супер медленно. Бум. Я отскочил. Я здесь зашел. Смотрите внимательно. Мои руки блокируют его ноги. Я еще раз стоя на ногах захожу сюда. Пространства нет. Ему некуда всовывать ноги, потому что пространство перекрыто. Что значит, я не успел среагировать, да? Смотрите. Медленно. Я не успел. Куча пространства. Верните на шаг назад, пожалуйста. Я ничем его не ограничиваю. Ну, то есть меня не могу заблокировать его движение. Даже если я возьмусь, упрусь в ногу, довернуть именно таз, ему ничего не помешает. Мне нужно, извините, даже если я ему вот так вот сюда наступлю, он все равно таз довернет. Да? То есть вопрос, надо понимать, вопрос комплексный. А переход на вторую стадию происходит, потому что я проиграл тайминг и не ограничил его пространство. Соответственно, происходит вторая стадия формирования гарда. Это дает вообще важный ответ на то, почему я над ним не стою. Почему я вхожу сразу в него корпусом, чтобы сожрать пространство. Да? То есть еще раз. Мы здесь. Бум! И я сразу же захожу сюда. Еще разочек. Я не стою над ним, ребят. Как только я дам пространство, он сразу же въедет. То есть еще раз. Мы здесь. Бум! Вот! Я хочу дожрать пространство. Потому что как только оно появится, он этим воспользуется, подведет таз ко мне. Да? Следующий важный момент. Почему я концентрируюсь именно на тазу. Еще разок. Запуль и замри. Смотрите внимательно. Если он оставляет свой таз, то есть вот его таз, на месте, начинает кидать в меня ноги, а часто люди лежат на боку и пытаются просто ноги куда-то закидывать, да, пытаются бороться. Это абсолютно беспроблемная тема. Это вообще мне не мешает проходить гард, занимать позицию. Да? Но как только. Почему? Потому что я нахожусь сбоку от его ног. То есть смотрите. Пронись ко мне. Ляк-ляк-ляк-ляк-ляк. Ложись. Ножками ко мне. Фронтальная позиция самая сильная. Мне тяжелее всего ее проходить. Чтобы ее ослабить, я захожу сбоку, да, и он вынужден закидывать сюда ноги в боковую позицию. Она, как бы, достаточно слабая. Но он вынужден сюда зайти, потому что если он не среагирует, у него будут проблемы. Самая слабая – это не инверт. Инверт достаточно сильный. Это вот эта позиция под 45 градусов. Она самая тяжелая, самая слабая. Вот. И если он не доворачивает таз, он продолжает со мной воевать. Я же к нему фронтально, то есть я грудью к нему поверну, да, я поверну к нему самой сильной своей стороной. Да? А он продолжает со мной бороться своей более слабой стороной, да, которая при моем передвижении может превратиться в самую слабую. В этот угол 45. Обратите внимание. Я всегда пошел, таз начал доворачиваться, чтобы прийти в инверт, потому что инверт попроще. Инверт реально удобнее, да. Поэтому, когда мы здесь окажемся, он будет доводить таз, чтобы с минимальными усилиями оказаться фронтально ко мне, да. И произойдет вторая стадия формирования гарда. Огромная ошибка, которую совершают нижние. Можно я возьму тебя, потому что как раз ты гость, и ты, в принципе, человек не сильно в теме. Ну вот, пуль-гард. Пуль-пуль-пуль. По любым способам. Я сейчас не буду даже отскакивать. Человек запулил гард. И вот самая частая история, с которой я сталкиваюсь, люди начинают пытаться взять другой гард, лежа здесь. То есть они пытаются здесь заправить. Они не подъезжают, они лежат где-то в километре, начинают какие-то долари. И во, 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 заправляться с километра. Это гигантская ошибка. Потому что вы в слабой позиции, да, она сама по себе слабая. Вы начинаете переход в другую позицию. Транзишн-позиция – это слабая позиция по определению. Самый слабый момент в борьбе – это соединение из одной позиции в другую. То есть вы в слабой позиции, идете в транзишн-позиции, которая еще более слабая. То есть делаете слабое на слабое. И ваша позиция становится полной вафлей, которую разобрать можно просто резким рывком. Поэтому очень важно, чтобы у вас был сильный гард, и он не терялся в силе. Сначала мы доводим таз. И из-за этого у нас получается вторая стадия формирования гарда. Если ваш оппонент пытается из первой стадии скакнуть в третью, сформированный гард, не доведя таз, вы это разберете. Вы это разберете очень легко. Понятно? Что мы сейчас сделаем? Мы сейчас готовимся ко второй стадии. Это важно подготовиться. То есть сейчас первый номер пулит и сразу же подводит таз. Очень важно. Это не работа по ролям. Он не ждет на меня, когда я там отпрыгну, пройду. Он запулил, подвел таз. Тем самым он делает момент, когда у меня есть возможность пройти, очень маленьким. Если я успеваю, круто, молодец. Если я не успеваю, ничего страшного, я попал во вторую стадию. Очень важно. Захват мы не отпускаем, сразу же доводим таз к человеку. Все понятно? Работаем. Итак, мы с вами сейчас попробовали и выяснили, что реально отпрыгнуть в тайминг очень тяжело. И если человек мотивирован, хорошо запрыгнуть, он умеет это делать, мы приходим очень быстро во вторую стадию. Когда его ноги перед нами, таз подтянут, но вся история еще в определенный гард не сложилась. Что здесь важно? Давай. Пуль. Подъезжай тазом. Замы. Вот теперь, еще повернусь. Смотрите внимательно. Очень важно. Пока он не обхватил меня так или иначе ногами, то есть две ноги выпрями, стопами не зацепи, вот это уже все. Это вы уже, ребят, немножко влипли. Это уже как бы хороший опен гард. Да, такой уже сформированный именно опен гард. Да? До этого нормально. Да? Чем отличается вообще вторая стадия от третьей? Она отличается очень просто. Я тебя разверну. Смотрите внимательно. Здесь держи, захваты держи, еще раз не отпускаем. Ручки, ножки жестко держи. Я могу без проблем на выйти назад. Дальше. Любая стадия, третий, любой гард. Ласса, Деларьо, любой Лапелл гард, Колорслив гард, Даблслив гард, любой другой гард, я не могу без проблем на выйти назад. Это ключевая вещь. Здесь у меня еще есть возможность, очень крутая, отшагнуть назад и растянуть дистанцию, да, ослабить его гард. Фактически, отличие-то оно одно. Ну, то есть, я могу отойти назад, я не могу отойти назад. И уже из того, что я в третьей стадии не могу отойти назад, идет то, что он может меня увешивать из равновесия, он может меня атаковать, слиповать и так далее. Это все последствия от того, что я не могу разорвать дистанцию, да, потому что когда у нас между нами воздух, да, расстояние, он мне сделать ничего не может. Вот, если мы в плотном контакте, он уже может на меня влиять. Здесь очень важную роль играет освобождение рук, потому что, можно тебя тазом подъезжать. Если я не вытащил руку, держу ее жестко, то воевать одной рукой будет, ребята, тяжеловато. Даже если вы будете работать локтем, будете снимать, все равно будет тяжело. То есть, это будет достаточно сильный коннект для него, точка соприкосновения, точка воздействия на вас. Если вы сильно вытянетесь, вы вляпаетесь либо на рычаг, да, у которого, например, либо в другую, да, либо в акцентированных игр, например. Поэтому очень важно свои драчилки притаскивать к себе. У меня просто возникла ассоциация в голове, я как-то... Нет, 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 я скажу, нет, я скажу. А обязательно, знаете, на это вот при слове драчилки он у него сделает в лицах, что он говорит. Потом возьмет в свою руку писюн и начнет этими руками дрочить. Вот, и у него не возникнет как-то на это... нарушение в голове, как бы. Да, обязательно будет такой человек, может, не обязательно, он пишет в комментариях, но обязательно такой будет. Вот, едем дальше. Итак, мы не смогли оттянуться, возможно, мы отпрыгнули, он подъехал, но мы смогли вытащить руки, да. Ляг, пожалуйста, на спинку. Вот здесь, кто смотрел видео про ходы открытого гардена, мы фактически переходим к ним. Ключевая вещь здесь. Во-первых, я реагирую на его подтягивание таза, то есть я понимаю, я не оказался сразу в сайте. Будет подтягивание таза, я всегда на него реагирую, да. И я не хочу пройти в одно движение. Вот это нужно от себя избавляться, да, у себя. В одно движение пройти только долбоеба, у которого гарда нет. Любой нормальный человек будет давать реакцию, он будет цепляться за воздух, он будет восстанавливаться. Поэтому проход гарда – это комбинаторика. Поэтому, может, ляг мне не лежи, ножки мне дай, пожалуйста. Поэтому то, что у нас было в открытом гарде. Да, вкручиваю, может, я это я тебя разверну. Вкручиваю кулаки, захожу, бам, вторяда. Если я вкручиваю кулаки, он вставляет ноги изнутри, я выкидываю, захожу сюда. Если он здесь отводит таз от меня в сторону, то в таз колено унеслась. Если он вставляет колено, то я в такой вот смэш. Видите, у меня таз высоко, голова низко. Если он меня выталкивает, то я смотрю, какая нога мне в доступе, чуть-чуть убираю, бум, вхожу. Да, засмотрю, что если он меня здесь выталкивает, я снова вхожу. То есть, еще раз. Проходы вот этого гарда открытого – это постоянная комбинация. Это не попытка его куда-то утащить, куда-то его задавить. Попытка обыграть его движение. Что такое обыграть движение для всех, кто не знает, не умеет. Обыграть его движение – это не пытаться его перетолкать, а продлить его движение. Смотрите. Давайте головой туда. Лежи, лежи, лежи. Головой туда. Смотрите, вот нога у дяди Стаса. Веди сейчас свою ногу вот сюда. Прямо сильно веди сюда. Не, ну прям нормально, туда веди. Веди, веди, веди. Тяжело. Да, то есть нам обоим тяжело. Теперь смотрите. Он ведет, веди свою ногу, веди туда. Бум. Да, я продлил его движение. Снова. Веди ногу туда. Я продлил его движение. Обыграть его реакцию равно продлить его движение. То есть сделать движение в ту же сторону, что он хочет, только длиннее, чем ему надо. Да? Я говорю, получается, что это все то же самое, что он хотел, только наоборот. То есть вместо того, чтобы получить хорошую позицию, он получит плохую позицию. Как это выглядит в борьбе? Вставай. Подречил, конечно, понравилось. Вообще восхищаюсь гениальностью своей мысли всегда. Самое главное, что я тебе понравилось. Да, да, да. То есть смотрите. Он пулит. Я отпрыгиваю. Он подъезжает ко мне тазом. Шаг назад. Бам! У меня пошло ториада. Да? То есть вот оно, обыгрывание. Его подвода таза. То есть я, еще раз, в движении понимаю. Я не смог разорваться. Бот, подвод таза. Руки свободны. Что я сделал в ториаде? Давайте медленно еще раз посмотрим. Давай, супер медленно. Он пулит. Я ручки втянул. Он возвращается. Я делаю шаг назад. Отведи, отведи туда. Смотрите внимательно. Я отхожу. Он едет ко мне. Видите, я продлил его движение. Бам! Вот это тот способ, фактически, с которого я начинаю комбинирование. Еще разочек. Также медленно работаем. Смотрите. Бум! Он подъезжает. Я иду в ториад. Он вставляет мне ноги изнутри ног. Смотрите, снаружи. Смотрите, закинь снаружи. Вставляю снаружи. Да ничего страшного, я это давлю. Поэтому изнутри ног. Держи, держи. Изнутри ног. Да? Отпускаю, выкидываю. Начинаю пытаться заедить. Нормально. Держи, пожалуйста. Стоп. Я сейчас не тяну на всем видео. Чем ты отпускаешь захваты, когда я комбинирую? Тебе полегче. Мне не надо полегче. Мне надо честно. А потом спрашиваю, что я на видео учеников пинаю ногами. Вставай. Я готов с тобой борьбу, борьбу по боксу. Вес, молодость на моей стороне. Перец, нож здесь рядом в сумке лежит. Да, то есть еще раз, ребят. Это очень важно фактически. Вот если бы я отрабатывал за дистанцией, он бы забирал у меня прогресс. Потому что мой соперник на соревнованиях не отпустит захват, а он на тренировке будет отпускать. Я привыкну к тому, что где-то мне легко дожать, где-то удобно. И потом, когда я столкнусь с тем, что человек не отпускает, для меня это было как в первый раз. Типа, ой, блин. А что делать? До этого не было. И вы фактически своим полегче забираете друг у друга прогресс. Это очень плохо, за это надо поедать. Правильно. Да. То есть вот, мы здесь. Бум. Он подъезжает. Он не ждет меня. Я отхожу. Допустим, я понимаю, что стоять внизу. Руку в таз, руку в колено. Я иду вниз, лазь. Он меня выталкивает. Снова я комбинирую. Он меня снова выталкивает. Да. Я не останавливаю свои попытки. Почему? Ему снизу гораздо тяжелее принимать на себя мой вес, чем мне на него вес отправлять. Да. Ему нужно заворачиваться. Ему нужно выталкивать. Он тратить гораздо больше сил. Моя задача не пытаться в одну и ту же поле столкаться. Потому что, смотрите. Ляг, пожалуйста, ножки подними. Вот, смотрите. Я беру, откидываю в одну сторону. Ножки доворачиваю в меня. В меня. Стопы. 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 Я бум. Падаю. Раз. Я беру, снова падаю. Не тяжело. Однообразные атаки не тяжело. Но только я раз падаю. Он меня выталкивает. Бум. Тяжело. Он меня выталкивает снова. Бум. Тяжело. Он меня снова выталкивает. Да. Тяжело. Когда ему приходится постоянно менять углы. Постоянно искать новую позицию, чтобы защищаться. Это ему тяжело. Это его выматывает. Если вы падаете на одни и те же ноги. Ну, как бы, ребят. Вы можете взять бетонную стену. Пойти в нее биться головой. В принципе, стена, наверное, когда-нибудь устанет от вашей головы. Но есть шанс, чтобы закончить раньше. То же самое в борьбе. Сейчас. Первый номер полигарда. Он сразу же подтягивает таз. Важно. Что будет, если я не успею среагировать? То есть, мы придем в третью стадию. То есть, он пулит гард. Я не успел скачать. Я не успел взять за ноги. Все. Мы пришли в третью. В самую сложную стадию гарда. Понятно? Когда он уже сформированный. И нам придется разбирать. Не какие-то гарды. Он слабый, да, позиция. А прям сильно атакующий. Потому что после того, как он его сформирует, он придет атаковать. Понятно? Да. То есть, мы работаем реалистично. И мы не проходим в одно движение. Мы начинаем проходить. Он начинает защищаться. Мы учимся обыгрывать эту реакцию. Понятно, что он не защищается до упора. Но он дает одну, две, три реакции. Причем в рандомном порядке. Иногда у вас после первой попытки получается. А иногда с третьей, с четвертой. Проход. Это, в принципе, одна из основных битв. Всей схватки в БЖЖ. И не бывает такого, что основная битва схватки в БЖЖ такая. Закончилась. Ну, бывает. Ну, вот. Итак, мы с вами попробовали проходить на второй стадии. Мы заметили, что времени на реакцию у нас очень-очень мало. То есть у нас, смотрите, у нас как бы совсем капелька времени на реакцию на первый случай. Чуть-чуть побольше, но все еще мало времени на вторую реакцию. И океан времени у нас будет в среде. Ну, потому что, как бы, после сформированного гарда, там это либо свип, либо сабмишн, да? Но времени на проход у вас, у вас завались. У вас, как бы, этого времени вагон. Ну, пока вы не улетели со свипа, либо не постучали. Вот. Это вот ключевая реакция, что нам, на самом деле, в идеале выцепить вот эти доли секунд или секунды в начале, чтобы потом всю схватку в этом не барахтаться. Да? Еще раз. Ключевую ошибку, которую вы делаете, как это различать? Пожалуйста, пульгард. Вот. Я могу отойти назад. Это была вторая стадия. Это была не первая стадия, но это была вторая. Единственное, что таз не стал таз подводить, да? То есть, даже если он сейчас подведет таз, это все еще вторая стадия, потому что у него нет контроля надо мной, я могу отходить назад. Очень важно выигрывать руку. Как только я не могу выйти назад, потому что я залез в его ноги. Сейчас, запуль, пожалуйста. Даже если я там вот отходил назад, дай, пожалуйста, вот так вот сделал, это уже третья стадия. То есть, я уже все фактически, это может быть там, нет, там, реверс, ларива, что угодно, но это фактически, ребят, третья стадия, не вторая. Потому что я не могу быстро и комфортно порвать дистанцию. Да, то, что он в этот момент гард нормальный забрать не может, это дело третье. Но вы вторую стадию, когда можно было выйти назад, легко обыграть, вы ее просрали. Вот здесь мы переходим в третью стадию, когда сформировавшийся гард. Огромная ошибка людей, которые пытаются пройти, да, сформировавшийся гард. Они пытаются пройти, как будто ничего не произошло. О чем я говорю? Они не пытаются встать так, чтобы этот гард ослабить. Давай я сейчас долариваю по пуле, сейчас знаю, что это не твой гард. Но на примере доларивы, единственное, вот, люди берут, я тебя разверну, они как стояли криво-косо вот такие вот, когда их пули, да, вместо того, чтобы встать жестко, развернуться, да, встать в позицию под проход доларивы, то есть я собрался, я выпрямил ножки, я ослабил его крышки, да, и после этого я начну проходить. Люди такие, да, сейчас я, сейчас я весь растянут, и весь такой вот он собирается гард проходить, да. Вы должны понять, что, ну, проход гарда, это часть работы сверху, но сверху существует не только он, к проходу гарда существует подготовка. Да, и это мы разберем в семинаре, который еще не вышел на момент съемки этого видео, но он уже смонтирован. Это проход доларивы. И в начале этого семинара, можете, пожалуйста, вы увидите одну простую вещь, что прежде чем проходить долариву, мы потратим огромное количество времени на то, чтобы правильно встать. Мы потратим время на то, чтобы научиться подставлять ногу так, чтобы он нас не мог растягивать. Мы научим, потратим время на то, чтобы держать ногу, держите крючок жестко. Ногу прямой разворачивая колено наружу, чтобы крючок снимался. Да, то есть мы потратим время на то, чтобы не давать ему двигаться нормально, чтобы контролировать его здесь, да. И только после того, как мы встанем в позицию, где его взятый гард ослаблен, мы начнем его проходить. Потому что иначе вы будете проходить либо в сабмишн, либо в свип. Ну, то есть, смотрите, я приведу пример на каких-то более простых вещах. На занятиях с железом, например. Чтобы вам подтянуть какой-то вес, вам все-таки нужно подойти к нему, взять нормально этот вес, прицелиться ногами, набрать воздуха, сформировать жесткую диафрагму и начать грамотно тянуть. Если вы подойдете к хорошему жесткому весу, возьмете так вот, дернетесь резко, ваша спина, возможно, из-за какой-то звук, передаст вам привет, и вы пойдете дальше в раздевалку, обкалываться бейсболами. То есть, если к подъему железа, которое не сопротивляется, не дерется, не пинается, нужно подходить, сформировав грамотную позицию, или, допустим, нужно ее выстраивать в ударке, то в БЖЖ для этого тоже нужно выстроить грамотную позицию, чтобы пройти гард. Не надо бросаться сразу. То есть, бросаться сразу можно, если у нас вторая стадия. Мы вышли назад, нас ничего не держат. Мы можем миксовать, проходить. Но, если вы попали в акцентированный гард, вы должны осознать, куда вы попали, какие у этого гарда сильные и слабые стороны, и начать разбирать позицию. Можно мне тоже незнакомого человека? Иди сюда. Я очень надеюсь, что у тебя любимая позиция не халфгард. Нет, вообще нет. Слава тебе, Господи. Что это? Да. Вот, возьми свой любимый гард, пожалуйста. Ляг. Ложись. Какой ты гард обычно играешь. Сейчас халфгард возьмет. Эй, Господи, так. Ну, окей. Вот, допустим, вот у него зэд гард. А, нет, но это если ты на коленях. В смысле, с чего я должен оказаться на коленях? О, это, кстати, вот это вот, ставь, пожалуйста. Это вообще вот важный вопрос. Да, то есть, давай, пожалуйста, пуль гард. Это к тому, что многие из вас вообще делают какую-то странную работу, помогая вашему сопернику. То есть, смотрите, вот он пулит гард. Если он у меня во время пула не выбивает ногу, я с чего должен на коленях оказаться? Из-за уважения к какой-то дедушке? Ну да. Нет, нет. Мастер-5 пойти по-моему. То есть, вот он пулит гард. То есть, пуль гард, как ты обычно делаешь. Окей, я стою на ногах. С чего мне надо отказываться на коленях? Если я сюда вот сам сел, но я не знаю, у меня проблемы с башкой, наверное, как бы. Я, наверное, контузил у меня, наверное, где-то. Да, то есть, ну, то есть, это я должен настолько не понимать борьбу, чтобы отдать позицию настолько, да, чтобы потом ее как бы начать разбирать. Это очень странно, то есть. Первое, то есть, видя, опять же, извините, что я не тебе привожу пример, но это вообще вот яркий пример российской действительности. Человек такой, ну, типа, так, это если ты на коленях, а с чего я там должен оказаться в начале схватки? Ну, если ты меня вот не сделал, никаких действий. Да, то есть, смотри, сейчас пуль на колени, я не встану. Да, то есть, возьми какой-нибудь свой гард, пожалуйста. То есть, вот, ты пулишь. Я не рыпаю сейчас спокойно. Вот, человек взял Делариву. Если я сейчас буду... Да, он меня будет растягивать, поэтому первое, что я сделаю, я подверну ноги, разверну свои колени. Работаем. Работай, работай, работай. Видите, я сразу же снимаю с него крючок, я с ним двигаюсь. То есть, вот, я подразобрал позицию, допустим, забрал его ногу. И только после этого я начну его проходить в одну или вторую сторону. Обычно, что происходит для людей? Происходит ровно наоборот. То есть, они обычно не закрываются в своей позиции, а наоборот пытаются скрикнуть, позиция раскрывается. И они становятся гораздо более уязвимыми. Можно я сейчас на тебе покажу? Ну, опять же, человек не сможет подыграть, потому что он не знает. То есть, вот, словно я здесь. Да, мы переходим. Я пулю. Все, вот он стоит, видите, он не поджимает. Он сам абсолютно двумя руками туда перенес вес. Мне остается, то есть, продлить. То есть, человек не собрался в сильную позицию, в которой он может переждать мою какую-то первичную атаку. Если я хорошо атакую, у меня не будет. Я взял гарт и смотрю на человека. Да, я буду его атаковать. Он должен сначала стать сильным. Да? Взять жесткую позицию. И из этой жесткой позиции начать разбирать мою позицию. А если начать пытаться меня пройти, когда у вас самого нет жесткой позиции, вы упадете. Вот это то же самое. Если я пойду боксировать с опущенными вот такими руками, в какой-то момент я пропущу в башку. И, наверное, я пропущу в башку раньше, чем мой оппонент. Если вы не дастся, конечно. Да? Вы это должны понимать. Когда вы попали на третью стадию сформированного гарда, не начинается сразу проход. Начинается нейтрализация этого гарда. То есть фактически что происходит? Выход на вторую с половиной стадию. Можешь лечь, пожалуйста. Туда головы. Вот он берет долариву. Да, захват и все. Возьми, нормально, жестко ножки возьми. Вот. Третья стадия. Я понимаю, это доларива. Я поджимаю ногу, я снимаю крючок. Это фактически и не третья стадия уже, потому что это не сформированный гард. Если, конечно, не скрестит ноги сейчас, да? Не возьмет эту позицию там, ну, жестко. Да, но... Сейчас, сейчас надо. Но и не вторая, потому что все-таки я уже пропустил ее, выйти не могу. Она такая вторая с половиной. Но доларива ослаблена. И вот это мне уже гораздо удобнее проходить. Поэтому, если мы пропустили все на свете, мы не кидаемся в проход. Мы смотрим на позицию, ослабляем позицию, начинаем проходить. И самое важное, мы все время смотрим, а нельзя ли превратить ее во вторую стадию. В первую не превратите. Но, если я доразбирался условно... Можно еще раз. Пуль. Вставай. Ну, не, вот что ты вот пулюшь, как бы. На колени я не встану, еще раз говорю. Поэтому тебе придется взять, что возьмется. Вот он пулит. Давай. Вот. Я здесь стою. Вот. Бери, бери, бери. Вот. Окей. Человек говорит, бери, бери, бери. Ничего страшного. То есть человек берет сингл-эрс. Да. Дотянулся. Все. Отлично. Я не пытаюсь сразу пройти. Я поджался. Почему? Потому что, видите, его первое действие. Он хочет меня в момент формирования гардов, формирования сингл-эрса раскачать. Чтобы я был вот такой. Я поджимаюсь. Бум. Для чего? Чтобы переразбирать все его расталкивания. Да. То есть он меня будет качать, я буду стоять. Да. И вот здесь, уже посмотрев на позицию, да, я начинаю ее разрушать и проходить. Но. Если пока я ее разрушал, у меня вдруг представляется возможность выйти на вторую стадию, я всегда этим пользуюсь. То есть это для меня самая выгодная история. Здесь что? Бум. Все. Гораздо проще. Да? То есть попали в третью стадию, встали жестко, не зажались вот так вот, а встали жестко, адекватно той позиции, в которую мы попали. Разрушаем позицию. Если при разрушении позиции есть возможность выйти на вторую стадию, пользуемся, выходим, проходим как открытый гард. Итак, собственно, последнее, что хочется сказать, что проход гарда, ребят, это не схватить человека за ноги, не начать его пытаться выкинуть куда-то, не какое-то простое динарное действие. Проход гарда – это достаточно большой пласт работы, который нужно делать. Он заключается не только в хватании человека за ноги, но и в определении момента и позиции, в которой вы находитесь, в определении того, что нужно сделать в каждой конкретной моменте, что в зависимости от того, на какой стадии вы находитесь, ваши действия отличаются. Чем больше вы тренируетесь, чем лучше ваш тайминг, тем легче вам будет проходить гард, потому что очень многие люди банально не ждут, что их будет проходить на этапе, когда они пуль. То есть все привыкли бороться по ролям. Я запулил, подъехал, и вот после этого он начинает бороться. На самом деле это не так, это нужно как бы разрушать, за это нужно наказывать. То есть мы боремся одновременно друг с другом. И чтобы выиграть, я должен двигаться быстрее, чем мой соперник. Очень важно, что я фактически могу по ходу схватки путешествовать между всеми тремя стадиями. О чем я говорю? Давай медленно. Дядя Стаса. Бум! Я отпрыгнул. Я пытаюсь пройти. Он умудряется подъехать. Я делаю шаг назад, иду сюда. Он комбинирует, вставляет ноги. Меня завязывают. Я попадаю в сформированный гарт. Но если ты хочешь взять спайдер, возьми нормальный спайдер. Если ты хочешь взять что-то другое, возьми что-то другое нормальное. Вот. Ну, на ноге. Вот. На одной ноге госполистас. Позорище. Да, то есть все. Я опал. Гарт. Я понимаю, что мне нужно здесь. Мне нужно освобождать свою руку. То есть я буду здесь. Бум! Буду двигаться. И я вернулся, заметьте, на вторую стадию. Да, если у меня не получится, я снова вернусь в третью сформированную. Если получится, я его пройду. Все наши позиции мало того, что взаимосвязаны, так мы еще между ними можем путешествовать. Не только между разными завязанными гартами, но и между стадиями формирования гарт. То есть я могу не только продолбать все время, дать ему сформировать гарт, но я могу разрушать сформированный гарт. Единственное, я не верну момент гарт-пула, только если он не встанет за мной снова. Да, это бывает такое. Но во всем остальном я могу выводить его на нужные мне реакции. Да, то есть, еще раз. Бум. Бум. Ну, ничего страшного. Не надо мне жили. Вот я работаю. Шаг назад. Я не жадничаю. Вот мы двигаемся. Он восстанавливается. Берет какой-то гарт. Бум. Начинаю разрушать. Да. Начинаю здесь проходить. Это постоянное. Опять же, очень важно. Когда я теряю позицию, я не прыгаю на него. То есть обычно у людей как? Можно, погоди. Я здесь. Он от меня выкручивается. И человек такой. Обычно белые пояса они такие. Они прыгают на гарт. Человек поднимет. И разворачивается. Попадает в закрытый гарт. Вот так вот. Баллы. Баллы. Да, то есть, этого делать не надо. Жадность фрайл разгубила. Если у нас человек уходит, мы выходим назад. Смотрим, что он возьмет. И начинаем снова проходить гарт. Понятно? Проход гарда, это интересно, это весело, это сложно, но, наверное, одна из самых крутых, самых сложных вещей в джиу-джитсу. Работа над проходом гарда. Этот семинар объединяет, в принципе, сейчас посчитаю, смотрите, антигарт пул, проход открытого гарда, проход Деларивы. Фактически, он еще объединяет семинар, как зажимать проход, который был в прайме, он тоже снят, он в монтаже. Да? То есть, это пятый семинар, он объединяет четыре предыдущих семинара. Да, если вы их все посмотрите, то у вас будет достаточно полная картина, как реагировать на гарт пул человека, как проходить его открытый гарт, как проходить его сформированный гарт и сформированный Деларива. А Деларива – это один из самых частых гардов, которые люди формируют. Как зажимать проход, когда вы вот-вот прошли, но он еще вставляет коленки. Да? И как все это комбинировать? Вот, поэтому смотрите, учитесь, не будьте ханжами, не будьте скучными. Всем пока.